А в Киевском дворце спорта заканчивается международный турнир по спортивной гимнастике. Бороться и побеждать приехали участники из 17 стран мира. Организатор, олимпийская чемпионка Стелла Захарова уверяет, такой аншлаг впервые за 16 лет. Продолжат наши корреспонденты. Страшно интересно. В столичном дворце спорта аншлаг. Здесь проходит международный турнир по спортивной гимнастике. Соревноваться приехали спортсмены из 17 стран. Всего около 200 человек. Болельщиков еще больше. Среди них певец Павел Зебров. Надо давать дорогу молодым, каких же не раскручены, каких же не вкладены миллионы. Так и тут. Тут зирочки сегодня запаливаются. Среди восходящих звезд сборная Беларуси. Для девчонок это первый визит в Украину. Говорят, готовились долго и тщательно. Не страшно? Нет. Может быть есть немного волнения, но не такое сильное. Уверена. Да, уверена. Турнир, кстати, проводят уже 16-й раз. А все благодаря главному организатору, олимпийской чемпионке Стелле Захаровой. Здесь началась совершенно экспромта. И никто даже не думал, не предполагал. И я в том числе не верила, что может перерасти в такое глобальное мероприятие. Честно говорю. И мы когда начинали первый год с отворца спорта, вот здесь вот этот занавес, мы шили своими руками. Я дома. Но денег на проведение подобных мероприятий по-прежнему не хватает. Государство неохотно финансирует спортивные мероприятия. Поэтому приходится искать меценатов и спонсоров. Сегодня есть определенная проблема с тем, что в Украине нет законов о меценатстве, поэтому залучать деньги коммерческих предприятий, конечно, сложно. Хоть и своими силами, тем не менее, абсолютно удачно. Ведь с каждым годом количество стран-участников растет. Поддержка необходима. По словам организаторов, для ребят это не просто очередной турнир с ценными призами, а настоящая подготовка к будущим Олимпийским играм. Константин Редин, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.